Продолжаем тему отношений. Елена, Елена нас спрашивает. Стоит ли делать свадьбы детям с большим количеством гостей? В наше время есть такие, кто приходит не с добром на свадьбу, чтобы не навредить молодоженам или лучше в тесном кругу. Спасибо. Опять же цель какая? Цель. Вот цель. От цели зависит тоже многое. Например, и от средств, естественно, к которой мы к цели идем. Цель какие? Ну, вот это... Ну, чтобы в грязь лицом не ударить. Можем. Да, да, чтобы все соседи, шабры и свадья знали. Это не цель. Сразу вы говорите. Никому ничего доказывать, но жить, во-первых, если мы говорим молодых, для них постараться. Это их день. Нужно сделать то, чтобы... Я убежден в этом. Я был на свадьбах, видел. Мне кажется, самое главное, чтобы это молодые, в первую очередь, как можно глубже прожили и прочувствовали, что у них кардинально изменилась жизнь. Она теперь кардинально должна стать другой. Например, в Руси перед венчанием девушки переплетали косы. Почему? Было две, потом одна. Так делали. Потому что сначала она была под волсовением и властью папы и мамы. Теперь в одну косу. Почему? Муж. Даже прическу меняли. Зачем? Одежду меняли. Специально головной убор одевали. Зачем? Как можно глубже, чтобы в сознание, в душу, в волю вошло. Жизнь изменилась. Прошлое – это прошлое. Теперь другое, настоящее. Надо по-другому перестать жить. Например, как вот это обычай русский. А он ведь очень православный обычай. Вот это странное слово иностранцу непонятно, когда кричат «горько», но при этом почему-то целуются. Молодой. Да, Борис, вы не расскажите. Так это было «горько», это было «нельзя», это было «табу». Это могло к чему привести? Вот эта близость предначинательная физическая, она могла привести и дальше пойти, а сейчас наоборот, при всех, низко раскрываясь, потому что теперь ему уже надо на путь. Зачем правой руки, левой стесняться, ему одно единое целое. Вот так даже. Теперь это уже, что было постыдом, сейчас это славно. Корни менять мировоззрение тут же, ломать психику свою под правильную. Ну вот. Или такой обычай очень интересный. Сейчас на свадьбах уже мало я это вижу. Когда на свадьбе молодая называла свекра и свекровь первый раз именем тятенька, мамонка, папой, мамой, он называл тещу, тесть, папа, мама. Это очень важно. Все, изменение произошло. Когда некое братание происходило родов. Конечно. Это очень важно. Мы теперь плоть, кровь одна. Вот это очень важно. А вот сейчас приходится видеть на свадьбах, конечно же, в России, какие странные игры, бесконечные пляски. Не по теме совершенно. Не связано никак с общей свадьбой. Это не совсем то. Поэтому какой смысл нагонять количество людей тогда нужно будет. Поэтому важно не сколько людей, а важна цель поставленная. Первый – это молодым. Чтобы они как можно глубже прочувствовали, пережили, что они теперь стали плоть едину, одноцелое. Семья родилась. А нам, скажем, увидеть, вот у меня свадьба появились, новые родственники, отношения правильно строить уже. Во-первых, как с ним строить? А вот так, чтобы молодым было хорошо. Чтобы их не ссорить, а наоборот лепить вместе. Поэтому мы тут сядем за отдельный столик с ватями. И еще поднимем рюмчику аккуратненько. А за что? А за что? Вот нам примером показать. Давайте все силы положим, потому что где они маленько, что-то у них шахроваться как-то будет, когда она пожалуется нам на него, а он на неделю, давайте-ка вместе их обратно лепить, созидать, склеивать и к облагу только вести. И пожелания, в первую очередь, никогда на Англии встаньте, а сейчас плод явить, рождать, теперь начинать, рождать, родниться еще в большей степени. Вот результат каков? Цель какая ставится? Отсюда количество людей будет понятно. И поэтому не как много, а тех, которые этой целью послужат. Хотя в самом этом явлении многолюстца есть некий плюс, я думаю, все-таки. Вот я женился, я же не знаю всех ее родственников, теперь увидел весь свой новый, большой, сложенный род. Она также и моих. И родственники, кто там увидели своих новых продолжений своего рода в их лице. Я думаю, это всем важно было бы. Но только правда, если говорить, давайте проговорим правду. В России на сегодняшний день понятие рода, я думаю, все-таки почти умерло. К сожалению. Недавно был в Абхазии. Спросил. Это случился разговор. Говорит, у нас свадьбы тоже родственников не соберешь, потому что никто не ходит. Больше тысячи не бывает. У них маленькие свадьбы, не больше тысячи человек. У нас большие сорок. Причем эти тысячи, это не вот Петер Южный дядя, который первый раз в жизни увидел на свадьбе. Это именно родня. Родня. И там родня, там четвертый, пятый, седьмого колена, не имеет значения. Это родня. Тему образования семьи затронули мы сейчас с вами. И это тоже форма образования. Тоже форма образования. Только не интеллектуальная, а, ну, как сказать. А я бы сказал, Дим, про прощение, и интеллектуальная, и душевная, и физическая, и во всех смыслах. Благодарю. Это тоже высшее образование. Единственный момент, отец Владимир, поясните, пожалуйста, нашим зрителям, кто такие шабры? Ну, вообще, шабры эти соседи. А водите, а те, кого собственные соседи называют. Шабры, это те, которые прям, это соседи, которые через стенку живут. Граница. Которые мы граничим непосредственно. Ближайшие соседи, это шабры. Ну, раз у нас тема образования, мы еще и в русских словах немножко образовываемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова